всем привет вы на канале ши для себя это удобно и сегодня я сшила для себя телогрейку без рукавку фуфайку вот такую курточку можно сказать двустороннюю простеганную с пуговицами в джинсовки без рукава и использовала технику пэтчфорк вот так смотрится спинка если вас заинтересовала такая телогрейка без рукавка курточка подписывайтесь на мой канал и конечно же смотрите видео дальше итак для своего изделия я буду использовать квадраты вот так они выглядят пока я придумала два вполне возможно что еще что-нибудь придумаю первый квадрат я сейчас вернее я уже два шила покажу сначала 1 значит нет и обычные можно воспользоваться лапкой вот специально для пэтчфорка вот что нужно сделать нужно нарезать не есть вот такой по 15 сантиметров у него сторона квадрат я нарезала две детали разного цвета можно даже контрастные брать ну я пока пробую сама не знаю что у меня получится пока так и теперь вот так обстрачиваю вокруг на ширину лапки затем я разрежу вот таким образом и уложу вот так то есть чтобы получился типа цветочка сейчас прострочу разрежу и покажу вам вот я обстрачиваю на ширину лапки по всему периметру то есть замыкаю весь периметр и после этого буду разрезать я разрезаю по диагонали можно это делать дисковым ножом моем случае сейчас пока ножницами не здесь не удобно пользоваться дисковым ножом вот что получилось шовчики заутюживаем в одну какую-то сторону обрезаю то что выходит так и укладываем как нам нравится абсолютно неважно можно и так и так то есть укладываем том порядке как вам нравится вот например и начинаем соединять их между собой вот так я уложила через один теперь соединяю мою строчку даю строчку а потом соединяю посередине в итоге я получаю вот такой квадрат по линеечке ровно она шов шире чем моя линеечка и теперь сделаю еще один из тех же самых тканей для такого рисунка нужно эти же квадраты той же самой ширины смотрите нас на 15 прострочить вот такие диагонали относительно линии на ширину лапки строчка в моем случае где-то 18 два миллиметра я прострачиваю в одну сторону от линии потом другую сторону от линии и также точно наискосок в итоге вот что у меня получилось я теперь разрезаю вдоль этих строчек таким образом таким таким это еще не все каждый треугольничек я складываю пополам и тоже разрезаю можно все делать только из таких здесь проще я решила чуть-чуть заморочится для пущей красоты и сейчас нарезаю точно также показала все треугольнички для такого орнамента здесь лучше видно обратите внимание здесь по центру я не знаю как его назвать такой типа ромбика вот я раскладываю таким образом чтобы по краям сейчас покажу по краям были треугольнички вот эти по центру вырезаю такого же цвета такого же размера и потом а это как пропеллер получается да вот и затем укладываю свой пропеллер вот так получается вот точно такой же пропеллер как и здесь и теперь соединяю все кусочки между собой лучше соединять по диагонали для удобства я заготавливаю полосочками вот так полосочки укладываю чтобы не запутаться можно оставить на машинке вы или где-то рядом я таким же образом продолжаю дальше все соединяй вот что у меня получилось и теперь обязательно это все нужно приужить размещая шовчики в одну сторону либо сюда вот как они у меня ложились так все нужно приутюжить и таких квадратов я вам потом скажу сколько нужно будет пока еще точно не знаю продолжаю заготавливать детали и вот вырезала кусочек сэндвич внутри наполнитель я буду использовать ватин обычный дешевый наполнитель вот снизу тоже хлопчат бумажная ткань моем случае сверху тоже как кусочек выбрала я выбрала вот кокетка у меня я уложил и приблизительно вырезала кусочек с красивым рисунком он будет симметричный это будет кокетка переда точно также я сделаю кокетку спинки что буду дальше делать еще точно не знают варю пока сэндвич я сколола иголками пока и теперь даю строчку и она не должна быть ровно она должна быть волнообразная хотя вы можете пожалуйста ровную использовать я использую шагающую лапку у меня машинка л на 720 про и в комплекте шла такая лапка я вот параллельно уже задач линии которая задала ритм наш на сантиметр где-то от нее прокладываю строчку здесь разворачиваюсь так как у меня достаточно большие припуски мне можно это делать разворачиваюсь и продолжаю видите пока она изогнутая линия вот таким образом простегиваю еще не решила буду ли точно также простегивать по кубам по своим по треугольничка это еще не решила вот на данном этапе там где не будет использоваться петчворк я буду вот таким образом простегивать так что же в итоге я буду шить я буду шить жилет на основе куртки джинсовки как шить такую куртку джинсовку есть у меня на канале смотрите пожалуйста я там говорю из какого журнала брала выкройку как ее корректировала на себя если кому интересно вот все вот эти квадраты найдут применение в моей жилетки вот даже воротничок скорее всего я сделала но точно еще не решила на данном этапе я взяла и делала кокетки как я их сделала вам показала то есть это точная копия кокетки от куртки только чуть-чуть удлинила плечо потому что куртка не сильно спущены плечо я хочу чтобы она была немножко поспущенней вот такая кокетка по переду по спинке вот так будет выглядеть кокетка и собрала сэндвич для то для передней половинки для вот этой очень легко ориентироваться по куртке потому что она именно того объема как мне нравится я что придумала я взяла вот что я сделала сейчас соединила куртку не убираю чтобы было понятнее вот так соединила три заготовки дополнила тканью ткани у меня обычный хлопок самый обычный просто расцветку подобрала как как мне нравится что что было в закромах уложила ватин и снизу тоже ткань которая была в закромах вот и это деталь вот она с этой стороны точно такая же будет с этой стороны по спинке сделаю аналогично после того как настигаю тогда только скорректирую по выкройке четко от виду и вырежу вот вот такая задумка мне пока нравится что получится сама еще не знаю маленький момент такой когда соединяла деталь вот эту из трех частей оставила вытачку сделала небольшую вытачку для того чтобы красиво легло на груди вот ее соединю обратите внимание вот таким образом потом разрежу хоть и ватин и сделаю вытачку на нижней детали после чего буду выстегивать аналогичным образом вот таким образом чтобы все соединить в единый стиль смотрите как это получается сейчас я покажу вот так это будет выглядеть и я точно также все выстегаю и по спинке сделаю аналогично что получилось уже перед сборкой самой самой жилетки я вам покажу вот так выглядит насроченная заготовка смотрите так это с изнанки выглядит и теперь нужно по выкройке вырезать я уже одну деталь вырезала и можно укладывать вот таким образом так меня получается да вот так укладывать и очерчиваем все и вырезаем делаем точно такую же деталь и еще я вот здесь по модели на не нанесла рисунок шва и по этому рисунку шва я решила сделать декоративную тесьму декоративная тесьма у меня широкая можно было конечно поуже ну какая есть и вот таким образом я сделаю декоративную тесьму и затем после того когда буду соединять на лицо шов будет на лицо вот и по верху на строчу тоже письмо мне кажется так будет интересно смотреться и даже клапан сделаю кого курточки полосочки на строчила теперь нужно соединить на лицо как я уже сказала потом разложить в обе стороны и на строчить одну сторону я сделала сейчас покажу так это выглядит и теперь нужно обрезать как можно ближе к строчке с одной и с другой стороны для чего это нужно это нужно для того чтобы не удобно под углом режу для того чтобы настрачивая вот эту тесьму шовчик не выходил и прежде чем на строчить тесьму нужно заготовить клапаны клапаны из той же самой ткани вот я их тоже внутри проложу тепленький синтепон вот а может быть даже и не буду и вот сюда вот под письмо вложу посмотрю сейчас обточаю посмотрю насколько интересно это будет смотреться в итоге на строчила тесьму уложила сюда клапан клапан не вставляла я ботин вот соединила плечевой это же точно также на строчила и по спинке кокетку сделала то же самое декоративные швы сделала так как по выкройке именно ли идут швы вот и готова уже обработки соединению боковых швов но прежде чем соединить боковой шов нужно посмотрите вот на этом участке наметила где мне удобно карман нужно подпороть до этого места тесьму и уложить карман карман я вырезала тоже на основании того что нарисовала у меня карман будет двойной обе детали я за обработала флизелином нити прошивным и здесь кстати тоже вот и теперь должна обработать вверх ну как обычным образом соединить обогнуть вот и тоже по верху дам тесьму для красоты пущей красоты и затем уложу и заведу вот вот эту тесьму я думаю это будет интересно таким образом и потом я уже буду обрабатывать косой бейкой сначала проймы это важно с одной из другой стороны для этого использую косую бейку я ее нарезала уже из последних кусочков ткани своей на эту стёганку у меня ушло 60 сантиметров одной ткани 2 и 3 вот такой расход где-то получился у меня вот и обработаю косой бейкой как обрабатывать косой бейкой нарезали полоски соединили затем с изнаночной стороны уложили на ширину лапки приточали а затем обогнули и по лицу уже сделали красивый срез вот таким образом все я продолжаю шить а еще у меня будет воротник воротник я тоже буду делать из цветной ткани вот смотрите вырезала сложила пополам внутри лизелин сложила потом беру выкройку все из выкройки укладываю и вырезаю с припусками на шов затем сам воротник по уголку обрабатываю и выворачиваю затем уже буду втачивать его в горловину карманы заготовила вот так они выглядят смотрите двух сторон они плотненькие из-за того что на фрезерине отстрачивать я их не буду пусть это будет изюминкой и симметричные старалась выбрать цветочки но уже остатки теперь касаемо воротника смотрите сам воротник его нужно стачать по уголкам и вывернуть и вовнутрь я вставлю ботин и когда выверну дам строчку вот так одну за другой как бы зафиксирую внутри уже покажу как он будет выглядеть в данный момент я обрабатываю проймы и для тех кто не знает как пришивается косая бейка вот смотрите с изнаночной стороны и уложила бейку ширина 4 сантиметра в моем случае для толстого я использую именно такую приточала теперь на лицо перекладываю и вот так без всякой наметки подворачиваю и настрачиваю стараюсь чтобы ширина бейки было одинаково аккуратно для тех кто не умеет строчить сразу можно приметать конечно это уже дело привычки я не примет его здесь у меня видите немножко надо заправить так я заканчиваю до конца вот так выглядит пойма уже обработана все чисто и аккуратно после чего я буду обрабатывать низ курточки сразу с вот этим участком а потом только буду соединять боковой и заготовила воротник вот так он выглядит смотрите я прям по кругу строчила на мой взгляд неплохо получилось и буду по контрольным точкам его втачивать сейчас я втачиваю воротник от середины уложила его и аккуратно вот втачиваю до контрольной точки вот до сюда все и потом этот весь край обработаю тесьмой заворачивая его его вовнутрь вот это буду делать обработку после обработки края это важно для того чтобы захватить вот этот участок покажу край борта обработала косой бейкой также не из обработала уже косой бейкой еще боковые не закрыты так удобнее работать и теперь я беру тесьму уже самую вот она и укладываю ее с небольшим выступом вперед вот этот уголочек можно подвернуть и настрачиваю строчку притачивания таким образом точку притачивания самого воротника ничего не натягиваем и так до конца по всей после чего нужно обязательно будет рассечь сам шов до строчки и тогда все хорошо выложиться не растягивайте вернее да не тяните таким образом и еще вот здесь посередине нужно сделать петелечку такого для того чтоб удобно было вешать так тесьму я при металла к изнаночной стороне подвернув потому что все таки она широковато и вот таким образом при металла теперь по лицу даю строчку растаять на ширину лапки дохожу до края и назад несколько стежков вот что в итоге получилось и не забыла вставить петелечку то есть таким образом я пристрочила теперь я буду соединять боковые смотрите вот боковые сначала на лицо вот потом также развернул шов растрочу обрежу точно так же как и здесь и закрою полоской взять на внизу нужно будет совместить от меня с этой стороны обработана бейка а с это еще не обработана нужно предварительно обработать еще особей к а потом только соединить вот так стык стык так боковой я соединила очень важно совместить под проймой и внизу теперь все это аккуратно нужно разутюжить разные стороны и закрепить шов с одной и с другой стороны нужно дать строчку которая разложит этот шов затем обрезать а потом только уложить точно так же тесьму и настрочить оставляя вот здесь небольшие кусочки для того чтобы их потом подвернуть наизнанку и закрепить смотрите как выглядит карман я его сделала не показала вам под порола сюда сунула и сюда же он входит саму веку вот так он выглядит осталось только вот боковые и петли сделать все боковой я сделала вот так это выглядит и обработка края выглядит следующим образом если перевернуть получается два раза подвернула и настрочила по лицу вот так это выглядит все я теперь делаю петли выметываю пришиваю пуговицы и покажу на манекене как это выглядит все я закончила свой жилет вот так он выглядит смотрите пуговицы петельки пробила отворотничок страны спинки и мне сама очень интересно как он пишет собой гординок но зеленую сумочку я уже пошила здесь она подойдет такому жилетку внутри все чистенько все швы внутренние принципе можно носить и наизнанку вот сейчас одену на манекен так хочу показать что что же у меня получилось смотрите так он выберет издалека воротник внутри я ставила шпульку белого для того чтобы на белом свете были белые нитки так изнутри стежка не ровно а просто как на душу пришло какую-то волну задаете и все такие пуговички такая тесьма воротничок это пройма как выглядит боковой карманы вот так страны спинки на мой взгляд неплохо если учесть что это все остатки тканей не специально купленный материал вообще все чудесно такой стиле дольче габбана на мой взгляд яркий сочный блестками немножко наш как-то так девочки если вам понравился мой жилетик ставьте пальчики вверх ну и конечно же всем желаю творческих успехов пока пока на мой взгляд а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok